МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они еще в начале пути, но готовы покорить весь мир. Их идеи претендуют на эксклюзивность. Их проекты всегда высокотехнологичны. Энтузиазм и творчество – главные черты нового поколения бизнесменов. Это программа об IT-разработчиках и индустрии стартапов. The World of Startups. Привет всем айтишникам и бизнесменам. В эфире программа The World of Startups. Я ее ведущий – Серик Акишев. Цифровой мир настолько разнообразен, что рядовой пользователь не знает, каких технологических свершений ожидать завтра. А мы знаем футуристические гаджеты, новейшие технологии и уникальные сервисы. Об этом и не только вы узнаете из нашей сегодняшней программы. Эшелон KZ Qualifier – 5 стартапов, которые предстает Казахстан на Asia Summit 2015 в Сингапуре. Умный девайс iBeacon – виртуальная ориентация в реальном мире. Обзор IT и бизнес-мероприятий, которые стоит посетить в ближайшее время. Недавно в Алматы прошел эшелон KZ Qualifier – финальный этап серии студенческих хакатонов, цель которых – протестировать идеи для бизнеса в реальных условиях. По итогам конкурса были выбраны 5 команд, которые будут представлять Казахстан на главном азиатском стартап-событии этого года – эшелон Asia Summit 2015. Что это за проекты, вы узнаете из нашего следующего репортажа. Рубрика «Ньюс». Здесь, на эшелон KZ Qualifier, собрались лучшие из лучших, самые активные и целеустремленные бизнесмены. И неудивительно, ведь на кону путевка на главное азиатское стартап-событие года, которое пройдет в Сингапуре. Перелеты проживания на этот тур оплачивают организаторы конкурса «Эшелон Валматы». У казахстанских стартапов наиболее высокие шансы масштабироваться за границей именно в Юго-Восточной Азии в силу целого ряда причин. Ну, прежде всего, это схожесть некоторых вопросов культурных, ментальных. Всего в рамках казахстанского этапа заявки подали 38 стартапов. Пять из них в итоге стали победителями. Вот имена счастливчиков – EcoSocket, Aviata.me, Mikey, Replicon и PickVPick. С большей частью этих проектов мы знакомили вас в прошлых выпусках. Однако некоторые из них показали себя впервые. Одна из команд – агрегатор PickVPick. PickVPick – это глобальная поисковая система, которая собирает миллионы товаров в одну базу и позволяет пользователям находить те товары, которые нужно. В настоящий момент PickVPick внес в свою базу свыше 60 американских магазинов, на которые приходится более трех миллионов товаров. Еще один новый казахстанский стартап называется «Майки». С виду это обычное мобильное приложение, а по сути умный помощник в смартфоне. Он подскажет вам, как быстро найти и купить желаемый товар. По функционалу «Майки» напоминает голосовой поисковик серии. Если вам нужно срочно привезти какую-то вещь, то можно сказать карманному помощнику. «Майки, найди мне кроссовки Adidas в Алматы». И через несколько секунд на экране вашего смартфона появится подборка таких кроссовок с ценой и местами продаж. Еще один стартап, достойный внимания, называется «Репликон». Это два устройства в одном – 3D-сканер плюс 3D-принтер. Для того, чтобы запустить производство таких принтеров, компании необходимы инвестиции в размере 50 тысяч долларов. Присутствующие на отборе венчурные капиталисты уже заинтересовались нашими разработчиками. Я видел несколько действительно интересных стартапов, в которые мы могли бы тоже проинвестировать. Но как бы ни оценивали инвесторы казахстанские стартапы, главное их испытание впереди на эшелон Asia Summit. Опытные бизнесмены говорят, что каждый пятый участник этого IT-саммита получает инвестирование. Будем надеяться, что в их числе окажутся и казахстанские стартаперы. Наверное, каждый из нас бродил по крупным гипермаркетам в поисках нужного товара. Подчас на это уходило больше времени, чем на саму покупку. Решить эту проблему поможет девайс iBeacon. Его разработчики утверждают, что благодаря беспроводным сенсорам невозможно заблудиться, где бы вы ни находились. Так ли это? Наши корреспонденты проверили на практике работу этого гаджета. Рубрика «Тренды». Знакомьтесь, это бизнесмен Арман Токсиитов. По работе ему приходится постоянно ездить по городу. И одна из самых частых проблем, с которыми он сталкивается на дороге, это отсутствие свободных парковочных мест. Впрочем, парень нашел выход из этой ситуации. Специальное устройство, встроенное в автомобиль, помогает ему найти свободное место на расстоянии до 75 метров. Когда заезжаешь на парковку, она сразу показывает свободные места. То есть ты пришел, припарковался, приложение запомнило, куда ты припарковался. И когда выходишь, ты уже не ищешь свою машину, ты по приложению уже знаешь, где припарковался. iBeacon – это устройство, которое определяет расположение пользователя и посылает ему умные пуш-овведомления на смартфон. Конечно же, для этого на телефон нужно установить специальное мобильное приложение. По словам разработчиков iBeacon, пример с поиском парковочного места – всего лишь малая часть того, что умеет устройство. В магазинах это можно использовать таким вот образом, чтобы вы прошли в него магазин, а этот магазин вам отправил пуш-овведомление, что у него скидки сегодня. Вы сегодня пришли пятый раз в KFC. То есть KFC вам показывает то, что вот вы пятый раз пришли к нам, если вы можете получить этот купон и использовать его для бесплатного обеда. Кстати, технология iBeacon уже не первый год применяется во многих торговых центрах и супермаркетах США и Европы. Параллельно используется и технология Li-Fi. Она называется «Еди на свет» и работает с помощью бесплатного мобильного приложения. «Еди на свет» подскажет путь к тем или иным продуктам, либо предложит товар со скидкой, который находится поблизости. Стоимость казахстанского iBeacon от 30 долларов. В эту сумму входит само устройство, софт и сервисная поддержка. Устройство состоит из маленького микрочипа, там в основном BLE-модуль и батарея, которая питает его. В ближайшем будущем компания iBeacon планирует поставить сборку своих умных поисковиков, так сказать, на станок, чтобы принять участие в «Экспо-2017» в качестве главных виртуальных экскурсоводов. 2015 год богат на события в сфере бизнеса и новых технологий. Это уникальные площадки, на которых вы научитесь не только правильно составлять бизнес-план, эффективно продвигать продукт, но и умело защищать свое программное обеспечение. В завершении программы краткий обзор предстоящих событий. 4-5 июня в Алматы пройдет ритейл-бизнес «Казахстан». Центральная деловая площадка для современного торгового бизнеса в Казахстане. На конференции будут присутствовать финансисты и девелоперы, ведущие производители товаров. У вас будет возможность не только обменяться с ними опытом, но и изучить практику международных компаний. Повестка саммита – главные проблемы и возможности внутренней торговли в Казахстане сегодня. Сильная национальная валюта открывает дорогу товарам из России, доходы населения снижаются, современные форматы магазинов и торговые центры замещают серые рынки. А государство концентрирует свои усилия на поддержке национальных производств и субсидировании процентных ставок по кредитам для эффективного бизнеса. Таким образом, высокотехнологичный ритейл, бизнес с низкими издержками получает сегодня небывалые преимущества. 18 сентября в Южной столице пройдет интернет-авеню 2015 совместно с Большим интернет-форумом. Интернет-авеню плюс биф 15 – уникальная площадка для развития казахстанской индустрии, которая дает широкие возможности для обмена опытом, информирования о новинках, актуальных трендах и путях совершенствования отраслей в целом. Впервые в 2015 году в мероприятии внесены два важных раздела рынка – телекоммуникации и потребительская электроника. Среди участников – крупнейшие компании рынка, влиятельные эксперты и профессионалы отрасли. Все слышали о Бигдата, но мало кто знает, что это такое на самом деле и для чего нужны большие данные. А тем временем, с помощью анализа данных сборная Германии выигрывает чемпионат мира по футболу. Производители точно знают, каким оттенком упаковки привлечь покупателя, а компания оптимизирует расходы в масштабах миллионов. О магии и почти неограниченных возможностях больших данных расскажут лучшие специалисты этой сферы на конференции Бигдата Раша 19 сентября в Москве. Где брать большие данные? Как анализировать данные быстро, точно и дешево? Как предсказать поведение людей? На эти и многие другие вопросы ответят спикеры из ведущих компаний – IPM, Google, SAP и Mail.ru. На сегодня это все. С вами был я, Серик Акишев и программа «The World of Startups». Если вы что-то пропустили или хотите пересмотреть еще раз, то все ссылки на наши репортажи и дополнительная информация находятся в наших группах в Фейсбуке и ВКонтакте. До встречи в эфире телеканала «Казах ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok